Доброе утро! Меня зовут Галина Кравченко. Я инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по городу Екатеринбургу. Сегодня я вам расскажу, как научить ребенка избегать дорожной ситуации ловушки. Девять из десяти дорожных аварий случаются, когда ребенок оказывается в так называемой ловушке закрытого обзора. Что это может быть? Опасность скрыта от пешехода за кустами, сугробами или припаркованными автомобилями во дворе дома. Главная опасность на дороге – это автомобиль. Любой автомобиль, который двигается, стоит, трогается с места или останавливается. Здравствуй, дружочек! А знаешь ли ты, что ты не убедился в безопасности? Идем посмотрим, что ты сделал неправильно. Смотри, ты побежал? У тебя с левой стороны стоит машинка? С правой стороны стоит машинка? Тебе видно, кто едет с правой стороны? Посмотри, почему не видно? Машина закрывает. А посмотри, ты выше машины ростиком? И машинка тебя также не увидит, если она оттуда поедет. Поэтому здесь переходить проезжую часть дороги ни в коем случае нельзя. Между стоящих автомобилей опасно выходить еще потому, что ребенок может не видеть, есть ли за рулем водитель. Будет ли двигаться машина вперед или назад. Необходимо дойти до свободного пространства, где нет транспортных средств. И есть хороший обзор. Остановиться, посмотреть по сторонам и только тогда переходить дорогу. Ваня, домой! Сейчас ваш ребенок попал в дорожную ситуацию ловушку. Хорошо, что он у нас остался жив. Знаете ли вы, что такое дорожная ситуация ловушка? Посмотрите в сторону. У нас находятся стоящие транспортные средства, припаркованные у проезжей части дороги. А за ними у нас движется транспортное еще средство. Ребенок сейчас был в опасной ситуации. Он выбежал из-за стоящих транспортных средств и перебегал дорогу после идущего транспортного средства. И не убедился в том, что нет с обеих сторон транспортных средств. Это очень опасная ситуация, при которой дети страдают очень сильно, получают очень сильные травмы. Если ребенок находится на детской площадке через дорогу от дома, и вы хотите его позвать, вам необходимо самостоятельно перейти дорогу и перевести малыша за руку, убедившись, что на дороге нет транспортных средств. Такая техника безопасности обязательно для детей до 10 лет. Уважаемые взрослые, на улице, где машины появляются редко, дети зачастую выбегают на дорогу, не посмотрев по сторонам, и попадают под машину. До свидания!